Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В одном конторе тоже они занимались Ну я не знаю, из Москвы занимались У них офис находился на Красноармейской Две 8 лет назад полностью ремонт капитальный сделал Дормально с ним Они даже не висит, а дарили Впереди мобильный пост ДПС-переход Ограничение 60 Пригодится, но красиво По чесноку то, что они изготали Это чисто как надо готовить Или там там атака? Да, по-моему, что-то где-то Я не скажу, я не знаю Там этим занимаются совсем Будет, да Химики А через чего сокращали Какое-то где-то Да я не знаю Не знаю, что в голове У руководства Может продают КамАЗ? Не, маловероятно Да, он его сзади не пускал КамАЗ Обсигнал Так, нам нужна будет Газпромнефть Заправка Это вот Газпромнефть Впереди камера Ограничение 60 Именно Газпромнефть будет? Да, по-моему А на той стороне, нет? Не скажу Есть там заправочка На той стороне Именно Газпромнефть Машина 89 километров По пути-то в сторону Да, Газпром? Нет, вот на противоположном Человеку надо забрать Или заправиться? Заправиться Вы только Газпромом заправляетесь? Карточкой, да? Не, карточки нету Это просто Двери в топливо Нет, почему-то у нас все Из одной бочки По-моему Там есть Сейчас я посмотрю На партнер Вот сюда Осторожно, дети Ограничение 90 Ограничение 90 Продолжение следует... 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 А, я сбыл эту... Мне сначала заправка... Да, да, это я... У меня два ребят только в чем-то стучит. Час пятнадцать минут. Я сейчас заправлю. Я сейчас заправлю. Я сейчас заправлю. Час пятнадцать минут. Ух, неgary. Так что, в кофе употреблены. Я сейчас заправлю. Вы не верите. Я готовлю. Вы не спустите. Я верю. Вы не верите. Вот ваш аплодисменты я покажу маршрут. Продолжение следует... 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 6 часов вставал. Ждали, пока маршрутка зима. А на маршрутке поехал. Ставили, я думал, может там какой-то пацан. На такси за ней ехал, следил, что она на работу поднялась, с охраной подружился. Охрана каждый полчаса мне звонила, она куда выходила. Вот это два года я был психом на самом деле. Я раздраженный был. Всегда разговор останавливался на том, что она пизду летом получила. Просто. Я делал, ну там, пошучим, ну это нормально там. Потом сижу дома, блядь, если я один раз не брали ее, она у меня пишет потом. Потом потихоньку. Я, конечно, буду веже сторожем, ну и к чему-то это надо. Ну, ревность это как сторожишь, ты понимаешь? Вот ты думаешь, если ей надо, женщина, если задумать изменять, ты хоть трехлитровую банку закатай, она сделает это. Да? Да. И может сделать так, что ее не узнаешь. Ты даже спасибо скажешь, что она сделала, что она чуть опоздалась от работы. Такой стас не может рассказывать. Ой, батюшка, ну черт, это работа, давай я тебе массаж-бок сделаю, ты устала. Поэтому надо сделать такой момент, что вот если безразличие покажет женщина, это стопор, она никогда не пойдет на жизнь, если безразличие. А вот ты когда мусим-кусим все ухаживаешь, это балуется. Если он со мной так ухаживает, значит, Петя может по-другому ухаживать. Привет, Жень. Я получил электронку, да, этот, когда мы начинаем, то вообще это делаем. А, у нас там, у нас, нет, я имею ввиду, вот после этого подписи трудоговора, в любой момент можно начинать, там нет такого, там через неделю, через два. Я понял, 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 я сейчас не сознательно. Понял. А по поводу дороги когда можно набор писать? Я понял, я понял, они посмотрят сколько потрачено, а остаток вот этой ветериньки деньги вот их подробят на дорогу. Понял, все, Жень, спасибо, хорошо. Кто страшивает? А, Карташев замечательно у нас сделал. Смотри, Сухиничих это, воду закончили, сейчас траншею каплю. Лучше так это пофоткать, посмотришь. В двух словах, воду закончили, воду закончили, каташку закончили, Сухиничих. Сейчас траншею капаю, капаю под кабель, чтобы центральную подключение делать. И завтра, завтрашним утром я начинаю капать котлованы для ГМБ. Трубы заказали, через неделю эти бензешки трубы будут. Как трубы будут, сразу начинаем проколы. Да, парни, через два дня мне чешники дадут ответ, когда они смогут приступать к работе по центральному переводу кабель из 120. И вот как они мне ответ дадут, я сразу вопрос решаю с канализацией и ГМБ, чтобы вот этот капали и канализацию с ГМБ делали сразу. Прокол на электрический кабель и на канализацию. Электрику закончил, я ты че, электрику закончил, остался ценой. Да, я кроме центрального подключения, центральное подключение пока не сделал я. А там центральное подключение выводить там пять минут, вот, делать. Потому что они должны еще деревянные столбы демонтировать. Я сказал, как демонтать, демонтаж делайте, сразу я подключил. Мало чего, может не пойдет кабель, паркет. Понимаешь, а будет дуга там, подключена будет, будет дуга и все внутреннее вот это все злодит. Какой он? Алло, Серега, ну че там, получается топлива экономить? Да, ну да, провод и канализация одновременно я сделаю. Ну 50. Да, метров 50 на трубе. Доедем, нет? И подключиться, там пять минут, это не было так, ну полдня. Да, да, да. А вот и контактные сети я могу сейчас начинать. А, на этот компьютер сейчас показывает? Ну, я не могу, потому что у меня фундамент, это все дня, и именно туда упирается, где провод, это 120 центральный, алло, где. Вот так я провод перезвину, сделаю сроковым. Вот этот старый сразу можно курить и ставить на контактные сети. Все хорошо, давай, давай. Сейчас все за, штатая Чечня. Хорошо. Все нормально, пока двигаемся, уже начал тогда, система уже работает. Все хорошо. Давай уже на славе, давай, так вот. Так что надо быть в себе уверенным. А без ревности мы жить не можем жить. Это те, которые говорят, да мне надо плевать, это самые ревные. Это 120, да. У меня здесь вообще настала поза буксу Фэ. Это все уже... Так, сказал куману, значит куману. И вот слава богу, сейчас с этим парнем нормально. Мне так вот... Мне очень радостно, что вот мало чего, может, на самом деле, сделала бы крепкость. Ну да, да. Посадили бы точно. Ну и 15 лет вот здесь тоже бы посадили. Не сидел бы. Еще и обстоятельства, может, с кем она изменяла, может, это ему тоже не досталось. Я говорю, ну че, как твоя это бывшая подруга? Да, говорит, она конкретно живых не стала, говорит. По салонам попадается. Я говорю, и че ты хотел ее домой уже как живу, что ли? Вот отвевает такие случаи. Алло. Здравствуйте. Да, да. Ага. Ага. Так, а вы когда хотели бы подъехать? Ну да, смотрите, вообще удаление будет стоить 3000. Вот. Ну да, это на свежий автомобиль. У вас автомобиль... Какой пробег сейчас на автомобиле? 150, да? Ну, можно, в принципе, вот, ну, на ваш автомобиль, ну, за три с половиной, ну, за две с половиной сделать. Вы как катализаторы оставлять будете или забирать хотите? Ну, они вам нужны или нет? Не нужно, да? Так, ну... Ну, смотрите, ну, тысячи... ну, да давайте за две, за две с... согласны? Ну, нет, мы можем сделать, конечно, и поставить и пламя-гаситель, просто если пламя-гаситель ставить, то это, ну, будет увеличивать стоимость. Обманку можем сделать самостоятельно, ну, там, самодельную. Чек точно не загорится. Да, да, я сейчас просто, ну, не в Москве нахожусь. Алло, алло, слышите? Алло. Алло. Да, хорошо, хорошо. Обгон запрещен, ограничение — 90. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... четыре с половиной тысячи можно сделать каким образом можно сделать просто за 2000 рублей вместо пламя-гасителя мы варим трубу тот же самый эффект вместо платной покупной обманки мы сделаем самодельную чек у вас гореть не будет ничего гореть не будет машина будет абсолютно нормально работать даже да даже немножко шустрее будет и немножко поменьше бензина есть надо будет поднять посмотреть я сходу не помню сколько у вас там но при подъеме на подъемник можно будет посмотреть и все это сделать три ага значит все три удалим да вы знаете разницы нету ну знаете какая разница может быть если ставить пламя-гаситель машина будет чуть-чуть тише работать санкса совсем чуть-чуть особо-то и незаметно вместо пламя-гасителя можно просто туда внутрь в эту банку варить трубу нет 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 это знаете как будет она шуметь это она будет шуметь если внутрь трубу не варивать это это если просто разрезать катализатор но разрезать эту банку вытащить катализатор и заварить ее тогда она будет как консервная банка шуметь вот а если туда внутрь варить трубу то никакого шума не будет можете вот что на сто процентов быть уверены и не переживать по этому поводу нет нет расход уменьшится машина у вас немножко ну 100 минут скажем так немножко полегче ей будет а он сам чем он сам не умеет этого делать но мы сможем без проблем сделать когда вам удобно было бы возможно может быть такое это нужно поднимать машину и смотреть если вот и если катализаторов там уже нету не туда внутри то снять каждую банку и варить туда трубу будет стоить две тысячи рублей впереди есть пламя-гасителя да вы пропадаете алё алло Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Теперь самый чей разворот. Перекур небольшой. Не опаздываете? Не, не, нормально. В принципе, та иная беда подбегает к тому, что он стал лучше. Так как это было, например, в период той же 1902-й войны, когда мы боролись с общим врагом. Может быть, когда что-то изменится, да, я уже говорил, что вот эти акции, которые мы сейчас проводим в нашем Италии, их невозможно будет не заметить в Европе и население, там, обыватель. Он узнает и как-то оценит. Другое дело, отреагирует на это политические круги. Вот тоже будет такой момент истины, посмотрим. Ну а по этому поводу, эти разговоры о том, что вот нельзя принимать помощь от России, но это вот идиотизм, да, или проверная автозность. Еще раз говорю, тогда, значит, там такие люди, которые умирают. Они должны умирать, но они ничего. Люди будут не принять помощь от России. Ну, и мы еще раз увидим, что там на самом деле происходит. Кстати, такая ситуация, видимо, не может вспомнить с той же самой Украиной, где положение дела для вас получше. Но вот они, я думаю, просто подавятся на то, что в жизни, помощь от России не попросят. Вообще вот эта вся ситуация с Италией. Многие эксперты очень беспокойно говорят, Россия практически копает сейчас, копается на заднем дворе НАТО. Учитывая то, сколько уже самолетов, какая помощь прибыла, и насколько мы сейчас же скоординированно действуем вместе с итальянскими военными, координируем помощь и так далее. То есть это такой вообще беспрецедентный уровень взаимодействия. Я не знаю, у нас когда-нибудь такое было, чтобы были какие-то совместные учения о России и Италии? Мне кажется, такого, может быть, никогда и не было. Но я имею в виду, какое-то взаимодействие никогда такого не было? Ну, с итальянцами никогда не было. Потому что я помню, Италия входила на всякий случай в число ближайших союзников Китлеровской Германии. И итальянцы, кто не знает или не помнит, боеватели, в том числе на Восточном фронте с территориями военной. Они были на нашей территории в числе оккупантов. Да, они, значит, воевали вместе с китлеровской армией в числе оккупантов. Кстати говоря, в своё время итальянцы участвовали не в наполеоновских походах на Россию, но, тем не менее, мы оказываем им помощь, я считаю, что это правильно. Вот, и в этой связи все вот эти вот глупые или подлые выступления против этой помощи, как выглядит, совершенно низко. Это первое. А второе, я ещё раз хочу, так сказать, заслужить на это внимание, что это для нас тоже, там, из Европы и Америки. Слушайте, но всё вот то, что делаем сейчас мы, должны были сделать американцы в развитом упаковке. Вот, чтобы туда сейчас наши самолёты не пролетать, и не высаживать бы там наши специалисты, и китайский гуманитарный груз не пребывал бы, в том числе, в Италии. Вот, чтобы этого всё и не было, и не о чём пролевать, всё это должны были сделать американцы. Те самые американцы, которые всё время заявляют всему миру, в первую очередь, своим европейцам, что они спасают его, что они защищают его, что они любят его, что его оба им нужна, что его оба им нужна. Вот, и они должны были быть первыми, на самом деле, не дожидаясь обострения ситуации, предложившие... Мои и предложили, что, на самом деле, является моментом истины, что это тут же одно, сделать прозрачным все их реальные, все их реальные отношения к Европе интересуют тогда... Соглашись! Нету человека! А ты видел, куда он побежал? Это с кем надо согласовать? С ними, что ли? Ага. Ага. А, с его подписям... С подписям Сергея, да? Я так понял. А, ну ты... Ты можешь мне на электронку это письмо кинуть? Я ему отправлю, он подпишет. Нет, да? А как делать? Да надо письмо забрать и отнести ему, чтобы он подпись ставил. Вместе делать? А, ты имеешь в виду, чтобы с ним ходить там, смотреть, где что, и сразу это написать... Ну, в модуле стоит, в модуле установлено это все дело. А, в этом подробно, да, так? А я не знаю этот модуль, как называть грамотно. Там где этот... Установка вот всех этих насосов. А, все понял. Тогда я сейчас позвоню в этот... Перенос... 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 Да, отклонение от проекта. Перенос... Это всего систему в модуль. Это письмо должен написать Сергей, чтобы ты отдал на подпись. Правильно? А, все-все понял. Согласен. Так, письмо, письмо. Кто может грамотно это письмо составить? Так, кому звонить? Гарант строй, наверное. Я сейчас позвоню, пусть они... Пусть письмо составят. Сейчас я этому... Косянов или как он там... Фамилия, я не помню их инженеры. Ну ладно, я сейчас это... Я понял. Я сейчас... А, Кулясов, Кулясов позвоню, знаю вообще, что можно делать. Уточню, я тебе перезвоню. Хорошо, Денис? Угу. У... У кого лежит? У этих? У Гарант строя? Понял. Понял по поводу этого... Впереди пост ДПС. Ограничение 90. Хорошо. Я тебе перезвоню через минут 15, ладно? Давай. Откуда взялся мою голову? Да, у тебя цвет такой они не заметили. Да. Я тоже еду об этом думаю. Да, у тебя хаменел сразу поменялся. Вот синий стал. Я не видел. А да, вот Казпром, нефть, что-то... Осень. Не зря. Анют. Как. Продолжение следует...